Москва. Крупнейший образовательный центр России. А первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова стал образовательно меккой для обучения иностранных граждан медицинским профессиям. В 2015 году Сеченовский университет открыл свой филиал в столице Азербайджана Баку. За прошедшие 70 лет ведущий медицинский университет России закончили и работают в разных странах мира более 7,5 тысяч иностранных медицинских работников. С сентября 2018 года вопросами обучения иностранных граждан в университете занимается Центр международного образования. Директор, доцент, кандидат медицинских наук Дмитрий Морозов. Центр международного образования обеспечивает освоение образовательной программы по специальностям, реализуемым в университете, для иностранных граждан. Численность иностранных граждан, получающих образование в Сеченовском университете, на сегодняшний день составляет свыше 3 700 человек из 85 стран со всего света. Так как Сеченовский университет является участником государственной программы 5 ТОП-100 и значительно повысил свои позиции в мировых рейтингах за последние годы, то численность иностранных граждан, желающих получить высшее образование в Сеченовском университете, увеличилась в 3 раза. Значительно увеличилось количество желающих учиться в университете из стран ближнего зарубежья. Это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Китайская Народная Республика, Молдова, Приднестровье, Таджикистан. Прием в университет иностранных граждан и лиц безгражданства, в том числе соотечественников из-за рубежа, регламентируется правилами приема, ежегодно утверждаемыми ученым советом 1 МГМУ имени Сеченова. Иностранные граждане, получающие образование в Сеченовском университете, получают сопровождение как по вопросам миграционного учета, так же обеспечиваются местами для проживания в общежитиях. Большую помощь миграционной службе в работе легализации студентов на период образования в университете оказывает Центр международного образования. Эта совместная слаженная работа дает свои положительные результаты. Начиная с 2019 года в структуре Центра международного образования был организован Совет землячеств. Это было сделано для того, чтобы объединить на территории Сеченовского университета представительные различных наций, культур, вероисповеданий, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом, оказывать помощь. Совет землячеств курирует внеучебную работу студентов по многим направлениям. Например, наука, культура, спорт, благотворительная связь с общественностью и многое другое. Научная работа со студентами, ординаторами и аспирантами регулируется работой Совета землячеств, но не только. Здесь ребята обсуждают важные и злободневные вопросы студенчества, проведение праздников, шефский поход в детский дом и многое другое. Совет землячеств всегда готов прийти на помощь любому, кто попал в беду. Именно Совет землячеств Сеченовского университета становится инициатором интересных начинаний, принимает активное участие не только во всех мероприятиях, но и предлагает что-то свое, новое для России. Для межкультурного диалога и улучшения взаимопонимания между студентами разных национальностей в Сеченовском университете уже второй раз проводится ежегодный студенческий фестиваль Сеченов Юнити Дэй. В работе фестиваля Сеченов Фудфест приняли участие студенты из 19 стран мира. На красиво украшенных флагами и национальными сувенирами столах были блюда, приготовленные студентами, традиционные сладости и напитки их стран. Такое общение помогает лучше понять традиции обычаи других народов. Как ни парадоксально, сегодня еда стала связующим звеном общения людей разных национальностей. Юнити Фудфест стал хорошей традицией, и студенты с удовольствием посещают такие мероприятия. Но не хлебом единым жив человек. Во время проведения фестиваля пять команд из Центра международного образования приняли участие в интеллектуальной викторине International Games. Они показали блестящие знания в медицинской терминологии. Университет проводит ежегодные малазийские спортивные игры. Спорт не только сближает людей. Он воспитывает характер, закаляет волю студентов, а это так необходимо будущим врачам в работе. Уже много лет иностранные студенты приезжают учиться в институт стоматологии первого меда, который пользуется у них большой популярностью. С первого дня занятий студенты соприкасаются с секретами своей будущей профессии. Занятия проходят в комфортных условиях на современном оборудовании. Студенты общаются с преподавателями, познавая секреты специальности. Университет за более чем 260-летнюю историю накопил богатый опыт и развивает новые образовательные технологии, основываясь на международном опыте и лучших мировых практиках. Обучение иностранных студентов проходит по тем же предметам, что и у граждан России. Здесь они получают теоретические знания, занимаются в студенческих научных кружках, отрабатывают практические навыки, сдают курсовые работы, зачеты и экзамены. Иностранные студенты, как и все обучающиеся, имеют возможность увидеть и использовать весь образовательный спектр возможностей, которые предоставляет Сеченовский университет. Бывшие первокурсники, сегодняшние выпускники отмечают, что в университете произошли большие перемены. ВУЗ трансформируется в международный инновационный университет наука жизни. Объединяя свои сильные стороны, Сеченовский университет решает задачи по повышению глобальной конкурентоспособности, создает медицину будущего, основываясь на прочном академическом фундаменте клинической медицины. Диплом врача Сеченовского университета известен во всем мире и ценится высоко. Двери Сеченовского университета всегда открыты иностранным обучающимся. Перспективами развития Центра международного образования, безусловно, является совершенствование и улучшение образовательного процесса, который проходят иностранные граждане в Сеченовском университете. Также основной целью развития Центра международного образования является расширение географии представителей иностранных государств, которые приезжают получать образование в Сеченовский университет. А также немаловажной задачей является социализация и адаптация обучающихся на территории Российской Федерации.